МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема, о которой расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под ногами Гиза, после запах пороха, мы приехали на полигон, где мобилизованные ставропольцы проходят боевую подготовку уже больше месяца. Чему научились и чему продолжают тренироваться? Репортаж Германа Кудьярова. А я за этим наблюдаю. Домой я ехала и наблюдала за вами. Дерзкая автомобилистка, зачем женщина из Ставрополя следила за полицейскими? По последнему слову техники, на каком этапе строительство школы на улице Щипакина в краевой столице? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь подробнее об этих и других событиях. Экономика Ставрополя продолжает развиваться даже в условиях санкции. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на заседании Координационного совета по обеспечению экономической стабильности. Глава региона подчеркнул, число субъектов малого и среднего предпринимательства в крае растет. Выполняются показатели поступлений в бюджеты. Владимиров также отметил, что регион принял ряд мер для устойчивости развития экономики. А это позволило нивелировать влияние от западных санкций. Если в целом оценивать те усилия, которые мы с вами предпринимаем, начиная с февраля месяца, по устойчивому развитию экономики в Старопольском крае, то пока что показатели финансовые, налоговые, натуральные цифры, в том числе и собранные урожаи, свидетельствуют о том, что никаких серьезных потрясений эти незаконные антироссийские санкции для Старополя не принесли. На совещании также рассказали, что уровень безработицы в регионе остается ниже до коронавирусного. Безработных на Старополе насчитывается меньше 9 тысяч, тогда как количество вакансий достигает 30 тысяч. Идем дальше. Мобилизованные ставропольцы продолжают подготовку. В составе подразделений резервисты приступили к боевому слаживанию. Сейчас проходят тактическую, огневую, медицинскую подготовку. Как правильно рассчитать секунды и метры для наступления? Как прикрыть товарища огнем и спасти раненого бойца? На полигон отправился Герман Кудеяров. На одном из полигонов в Старопольском крае мобилизованные ставропольцы проходят боевую подготовку и находятся здесь уже больше месяца. Сейчас они работают с автоматами, пулеметами, минометами и другим оружием. Тренируются каждый день с утра до вечера. И вот прямо сейчас отрабатывают зачистку территории, где находятся огневые позиции противника. Работаем боевыми тройками. Это группа, состоящая из трех людей. У каждого свой сектор. Первая тройка остановится по углам зданий и держит вход в здание. А остальные начинают проходить штурмы. Каждый из помещений защищается по тройками, по три человека. В такой операции важна каждая мелочь. От скорости до взаимопонимания. С этим, кстати, проблем нет. За месяц резервисты стали уже не просто товарищами, а братьями. Но несчастные случаи, несмотря на идеально выполненное задание, могут случиться. По легенде учений, при зачистке здания в составе взвода оказался раненый. Ему оказали помощь. Я самостоятельно выбрался из зоны поражения огневого. Оказал себе сам самопомощь. Это наложение жгута на условно раненую конечность. И в дальнейшем производилась эвакуация. Технически надо вывести человека из красной зоны до условно желтой. И по возможности в зеленой провести эвакуацию. Что, собственно говоря, товарищи мои проделали. Тренируются на полигоне и снайперы. Если присмотреться, в поле находится военный, замаскированный под выжженную траву. Такой комплект одежды называется мас-халатом. Для любого времени года и под любой ландшафт. Чтобы сопернику, так сказать, неприятелю было труднее выявлять, так сказать, полкового стрелка. Для этого и предназначен мас-халат. Насколько он удобный? Насколько он удобный? Очень удобный, очень просторный. Единственный нюанс – это цепляется все. А уже на поле бойцы отрабатывают передвижение под прикрытием. Пока один меняет позицию, его прикрывают подавляющим огнем. Главная задача – заставить противника лечь. Это позволит выиграть время и переместиться. Подготовка проходит очень качественно. У нас все инструктора, мастера своего дела. За два года срочной службы меньше узнал, чем за этот месяц службы. Настрой боевой. Скажут, идем, значит идем. Сейчас уже финальный этап подготовки. Бойцы закрепляют полученные знания и навыки. А после отправятся выполнять задачи спецоперации. Супруге хотел своей передать привет. Она с четырехмесячным ребенком сейчас в декрете. Пусть держится, крепится, мы скоро вернемся. А убедились в профессионализме наших героев. Герман Кудьяров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Переходим к информации по коронавирусу. С инфекцией справился 151 Ставрополец. Общее число выздоровевших в регионе превысило 234 тысячи. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 23 случая заражения и новых летальных исходов на фоне вируса не зарегистрировано. Но не забывайте о мерах эпид-профилактики. И о происшествиях. На трассе Шпаковского округа 27-летний парень за рулем отечественной машины догнал большой груз цистерной. Удар был такой силы, что водитель легковушки получил травму головы и перелом бедра. Возможно, вовремя остановиться пострадавшему помешала летняя резина. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Дерзкая автомобилистка. В ГИБДД Ставрополя сообщили, что от увеселительного заведения отъезжает нетрезвая дама. Инспекторы прибыли на место и остановили нарушительницу. В патрульной машине женщина пыталась доказать, что никуда не ехала, а следила за полицейскими. А я за этим наблюдаю. Домой я ехала и наблюдала за вами. Пройти медосвидетельствование нарушительница согласилась только в наркодиспансере. Тест подтвердил опьянение. Теперь женщине придется походить пешком пару лет и оплатить крупный штраф. Грабеж в стиле 90-х. В одной из организаций Пятигорска ворвался мужчина в маске и потребовал наличные. Девушка за кассой испугалась и выдала дебоширу всю выручку. А после заявила в полицию. Выходка попала на камеру. 52-летнего нападавшего нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Зарубил мачете. Два приятеля выпивали в садоводческом кооперативе Ипатовского округа. Под влиянием горячительного 48-летний мужчина начал насмехаться и оскорблять 49-летнего собутыльника. Затем обидчик избил оппонента и добил его ударом мачете по голове. Придя в себя, мужчина вызвал скорую, но было поздно. Приятель скончался. Теперь злоумышленник под стражей и тесно общается со следователями в рамках уголовного дела. В Кисловодске преображают территорию подножия горы Кольцо. У достопримечательности обустраивают смотровую площадку и подъездную дорогу с парковкой. Также там планируют открыть фирменное кафе. Работы ведутся за счет средств курортного сбора. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В Ставрополе на улице Ивана Щипакина достраивают школу на полторы тысячи мест. Там завершают монтаж инженерных сетей. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию. В образовательные учреждения закупят современное оборудование, сообщили в региональном инстрое. Возводят школу в рамках нацпроекта образования. Завершается ремонт участка трассы Новоалександровск-Станица Рашивацкая. Специалисты привели в порядок свыше двух километров покрытия. Также на отрезке укрепили обочины, сообщили в региональном индоре. Осталось установить знаки и нанести разметку. Работы проходят в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В следующем году в Станице Тимнолеской построят врачебную амбулаторию. Там обустроят кабинеты врачей, отделение дневного стационара и процедурную комнату, сообщили в региональном инздраве. Также в медучреждении оборудуют кабинет неотложной помощи. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это все новости к этому часу. Их еще больше на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. И не забывайте, что мы ждем ваши вопросы на наш номер, а также рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Впереди Алексей Форсиков и его прогноз погоды. А я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 9 ноября. Вы не поверите, но у нас потепление. В центральных территориях края будет так. Невиномыск днем плюс 13 и малооблачно. Ставрополь плюс 11. Облачно с прояснениями и без осадков. Световой день 9 часов 49 минут. Магнитное поле спокойное и полнолуние. На курортах Кавминвод в эту среду удивляет Кисловозг, самый теплый город-курорт. Там днем плюс 12, без осадков, облачно с прояснениями. А холоднее всего в Железноводске плюс 9. Ветер на курортах слабый, не выше 2 метров в секунду. На востоке и севере края пасмурно и без осадков. А погода как под копирку. Днем не выше плюс 11, вечером от 7 до 9 тепла. Ветер до 4 метров в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова